Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы предложить нашему вниманию отрывок из книги Деяний. Это будет 9 глава с 3 стиха. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет, что тебе надо делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Я думаю, мы очень хорошо знаем этот эпизод, этот отрывок обращения Савла. Столь драматический, столь неординарный, нестандартный, громкий, яркий эпизод. И, наверное, многие из нас хотели бы, чтобы и сегодня это происходило, и даже не в жизни таких выдающихся людей, как Савл Тарсянин. А, несомненно, обращение Савла Тарсянина, оно было таким апостольским, таким фундаментальным и необходимым с точки зрения глобального развития или становления Церкви Христовой. Но также и с точки зрения наших каких-то местных, локальных реалий или чаяний, надежд, мы хотим, чтобы наши ближние обращались к Господу, мы хотим, чтобы они находились под таким воздействием Духа Святого, под таким воздействием силы Божьей, которая бы их привлекала, которая бы их встряхивала, да, как бы давала понять о том, что есть реальный Бог, да, который заинтересован в них, который хочет, ну, вообще вмешаться в их жизнь и произвести великие перемены. Мы хотим, чтобы Господь обращался к нашим ближним, да, чтобы Он их встряхивал, чтобы Он им являл себя, чтобы Он их осеял, да, образно говоря. А может быть и не образно, может быть и физически, вот как с Савлом Тарсянином, но опыт показывает, конечно же, что столь драматические, даже физические, да, ощутимые воздействия и Божьи инициативы, они не ко всем применимы, а только к каким-то особым людям, ну, это понятно. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы Господь беспокоил, тревожил наших ближних и обращал их к себе. И, в принципе, этот эпизод, он яркий тому пример, да, или иллюстрация, или такой вдохновляющий момент, который показывает, что Бог может это делать и сегодня, да. Мы здесь не видим уже Иисуса Христа, присутствующего на земле, Он уже на небесах. И, в принципе, та временная, скажем, диспенсация, да, есть такое умное слово, или эта эпоха, эта эра, в которой здесь находится Саул Тарсянин, это наша эра, это время церкви, это время язычников. И, кстати говоря, Саул Тарсянин стал апостолом Павлом, апостолом язычников, да. Мы живем в то же самое время, и Господь в это время, в эту диспенсацию, если хотите, в эту эпоху, Он, ну, может делать то же самое. И вера в это, да, понимание этого, пример этого, или иллюстрация, которую мы здесь видим, данного утверждения или данной истины, должна нас с вами ободрять, да, и где-то побуждать, сподвигать к молитве о наших ближних, и чтобы мы не унывали, не опускали руки, и дальше верили, дальше молились о том, чтобы они спаслись, чтобы Господь их призвал. Но вот здесь есть один момент такой интересный в этом отрывке известном, который обратил на себя мое внимание, я вдруг его заметил, чего раньше как бы не совсем замечал. Это седьмой стих, концовка нашего отрывка. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя». Ну да, конечно же, эти люди удостоились, так скажем, меньшего воздействия Божьего, чем Саввл Тарсянин, но тем не менее они слышали физически ощутимый голос, голос Иисуса Христа, голос, который, ну, без всякого сомнения, сам себя идентифицировал, я Иисус, которого ты гонишь, да, то есть здесь нельзя было списать это на какую-то другую личность. Иисус сам себя здесь как бы засветил, да, или проидентифицировал и сказал «Я Иисус». Вот, и поэтому люди, они тоже были свидетелем этого явления. Правда, они не видели света, может быть, да, ну, не может быть, а так здесь сказано, что они никого не видя, да, и Саввл тоже никого не видел, кроме света. Вот, но тем не менее эти люди, они слышали тот же самый голос и были, скажем так, свидетелями того же самого физического сверхъестественного явления. И я хотел бы сегодня поговорить об этих людях немножко, да, и порассуждать вообще о их судьбе и о их дальнейшем пути жизненном. Хотя здесь об этом ничего не сказано, но мне бы хотелось, чтобы хотя бы одним словом, да, хотя бы одной буковкой, хотя бы каким-то небольшим намеком, но здесь Дух Святой или Господь в своем провидении рассказал немножко о судьбе этих людей, как она сложилась. И, ну, я не знаю, будучи свидетелем такого неординарного явления, ну, наверняка человек должен был задуматься, да, не один человек, там их было много, вот, они должны были как-то, ну, задаться вопросом, а что нам делать, да? Ну, ладно, Савлу сказано, иди туда-то, туда-то, но а что теперь нам делать, и как нам теперь быть? И вот размышляя над этим и желая, чтобы Господь пролил свет на это и понимая, что этого нет, нет, я сегодня выскажу некоторые предположения. Не думаю, что эти люди вот так вот прям бросились ко Христу, да, толпой, побежали сразу же, сорвались с места, да, чтобы обратиться ко Христу. Потому что если бы это было так, если бы это воздействие на них, явление физического слышимого голоса Божьего имело место, вот такого плана обращающего, то, ну, наверняка они бы как-то отреагировали, ну, скажем так, заметно с точки зрения того, чтобы это упомянуть, чтобы об этом сказать. То есть я все-таки склоняюсь, что не было такой прям бурной и радикальной реакции этих людей на голос Божий. Если бы она была, то наверняка бы Господь об этом как-то упомянул. Но, может быть, они обратились ко Христу, да, я не хочу здесь так уж сильно гадать, но тем не менее Божье Слово об этом не говорит. То есть оно не говорит, что эти люди как-то отреагировали. Если Павел, он тут же сразу же сорвался и там сказал, ведите меня, да, я должен идти дальше за Господом, я должен узнать, что же он хочет от меня, это понятно, это видно, это просматривается, то реакция вот этих людей, она не видна, она не просматривается. Поэтому я все-таки склонен считать, что, скорее всего, они не обратились ко Христу, по крайней мере здесь, может быть, попозже где-нибудь, но не здесь. Здесь мы не видим такой реакции, здесь мы не видим такого отклика. И вот когда я над этим размышлял, я вдруг увидел разницу между восприятием Божьего голоса со стороны Савла и со стороны этих людей. Это тот же самый голос, он абсолютно звучал в том же самом тембре, в том же самом волновом диапазоне, в тех же самых частотах, да, если хотите, с той же самой громкостью, вот, для них всех. Но Савл воспринимал этот голос с одной, так сказать, позиции, да, а вот те люди, которые шли вместе с ним, с другой. И позиция эта заключается в следующем. Голос Божий был обращен к Савлу, не к этим людям, а именно к Савлу. Он был адресатом этого обращения, а не люди. И это большая разница. Очень важно, к кому обращен Божий голос. Да, ты можешь его слышать, да, ты можешь быть свидетелем каких-то сверхъестественных явлений, да, ты можешь переживать какие-то, несомненно, неординарные и однозначно свидетельствующие о том, что это Бог вещи, но при этом быть равнодушным, безучастным и не быть сподвинутым, не быть, так сказать, измененным, не быть призванным. И поэтому сегодня тема, на которой я хотел бы поговорить, звучит так. К кому обращен голос Божий? К кому он обращен? Об этом хочется поговорить. И когда я размышлял над этим, я вдруг увидел в Писании еще несколько таких ярких моментов, которые очень хорошо иллюстрируют данный принцип. Нам нужно, чтобы мы менялись, чтобы мы на самом деле претерпевали какие-то радикальные перемены в своей жизни. Нам необходимо, чтобы Божий голос был обращен именно к нам. Вот так мы устроены, понимаете? Чтобы голос Божий обращен был персонально именно к нам, чтобы он адресован был не к Васе, Пете, Ване, а ко мне. И тогда что-то будет происходить с моим сердцем. Тогда оно будет претерпевать какие-то трансформации, перемены. Такие качественные, радикальные перемены. И следующим эпизодом я хотел бы открыть Евангелие от Луки, 3 глава. Это тот же самый Лука, который здесь пишет в Деяниях. Автором Деяния является тот же самый Лука, правильно? И вот Лука упоминает еще один такой эпизод слышимого Божьего голоса. Это знаменитое крещение Иисуса Христа, и мы видим это в 3 главе, где сказано следующее об этом крещении. Луки 3 глава, 21 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Обратите внимание, что здесь Божий голос точно так же обращен не к людям, не ко всем подряд, а конкретно к Иисусу Христу. И здесь сказано, в 21 стихе написано, «Когда же крестился весь народ». Понимаете? То есть вокруг толпа народа. Это не происходило в интимной, так сказать, приватной обстановке, в кулуарах где-то. Это при всем народе. Крестился весь народ. И Иисус, крестившись вместе со всеми, молился, отверзло с неба. Там мы видим как и визуальную часть этого явления Божьей сверхъестественной силы, так и слышимую часть. Видимую и слышимую часть. И видимая часть, насколько я понимаю, об этом говорится в Евангелии от Иоанна, она была доступна только Иоанну Крестителю. Насколько я понимаю, я сейчас просто говорю, как библейский текст гласит. Сказано в Евангелии от Иоанна, я уже не буду открывать, чтобы не занимать времени, о том, что Иоанн увидел этого голубя, да? Духа Святого в виде голубя. Вот. Ну, а голос услышали все, потому что не сказано, что только Иоанн услышал этот голос. Ну, да ладно, неважно, видимая часть, я сегодня говорю о голосе Божьем, о слышимой части. Здесь сказано, что когда крестился весь народ, и Иисус крестившись молился, был вот этот голос, ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. И сказано, что Иисус после этого тут же был взят Духом Святым в пустыню и ушел оттуда. Как бы ему прозвучал этот голос, и он тут же вышел и пошел, да, в пустыню. Сразу же, будучи движимым вот этим голосом Божьим. То есть мы видим, тот же принцип срабатывает. Та личность, к которой обращен Божий голос, она меняется. Она получает стряску, да, если хотите. Она получает вот эту инициирующую силу, да, или импульс для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы измениться, для того, чтобы произошла какая-то трансформация. И начинаются перемены в его жизни. А остальные люди не факт. И вот мы здесь не видим, что люди побежали за Иисусом. Господь, тебе прозвучал этот голос, мы хотим теперь за тобой идти, мы хотим, куда бы ты ни пошел, за тобой следовать, ведь тебе был этот голос. Нет, люди не последовали за Иисусом в пустыню. Конечно, в этом был Божий план. И, ну, понятно, что Бог не хотел, чтобы они шли за ним в пустыню. Это понятно. Но мы видим в Евангелии от Иоанна, как пару учеников, после того, как Иоанн о Христе засвидетельствовал, возле Иордана, уже после крещения Иисусова, уже после его искушения, Иисус, видимо, еще раз пришел на Иордан, там, или посещал это место, где он крестился. И Иоанн, креститель, о нем засвидетельствовал и сказал, вот смотрите, идет Агнец, который берет на себя грех мира. И пару учеников Иоанновых, ну, там, Андрей, там, Петр, не знаю, кто там, не помню уже, пару учеников, они последовали сразу же за Иисусом, да, то есть по свидетельству Иоанна. А сразу после крещения, когда голос прозвучал, ты, сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение, мы не видим, чтобы люди ринулись за ним тут же и сказали, ух ты, тут такое свидетельство о тебе, что мы просто не можем его проигнорировать, мы не можем стоять спокойно, мы не можем это оставить без внимания, да, и просто так вот прозвучал и прозвучал, и все, и мы никак на это не отреагировали. Мы не видим такой реакции, мы не видим такого воздействия, да, то есть важно, к кому обращен Божий голос, это очень важно. И еще один такой эпизод интересный, он, опять же, находится в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, я хочу уже его открыть, потому что важно тоже там увидеть некоторые нюансы. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 28 стиха. Отче, прославь имя твое, тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон. Обратите внимание, Иисус подчеркивает, что этот голос не для него был. Он не так уж сильно нуждался, да, в том, чтобы вновь пережить слышимый голос своего отца. Но вот люди, они должны были это услышать, потому что ныне князь мира сего, изгнан будет вон. Ныне пришел суд этому миру. И здесь опять же народ, который слышал этот голос, он приписал, приписал это слышимое проявление, физическое проявление голоса Божьего каким-то ангельским силам или силам природы. Ну, гром там, да, молнии, еще что-то. Ну, видать, голос-то был не такой прям человеческий, да, громовой, сильный голос, такой экспрессивный голос Божий, физически слышимый. Вот, поэтому люди приписали это каким-то явлением природы, ангельским явлением, но никак не Богу. То есть, все равно они были скептики, хотя это было для того, чтобы им засвидетельствовать, да, о суде, о том, что Христос скоро совершит вот это изгнание или низложение сатаны. Вот, но, тем не менее, этот голос не был обращен к ним. Понимаете, снова мы видим это. Он не был обращен к ним. По идее, если мы хотели бы встряхнуть их как следует, то надо было бы, чтобы Отец Небесный к ним обратился и сказал бы, «Эй, народ, слушайте меня сюда!» Как-то так. Но вот этого не произошло. И хотя это был глаз, вроде бы как, для людей, для того, чтобы засвидетельствовать им, во свидетельство им, да, тем не менее, он не был обращен адресно к ним. Он был обращен адресно ко Христу, к Иисусу. Иисус говорил, «Отче, прославь имя Твое!» И в ответ ему, Иисусу, было сказано, «И прославил, и еще прославлю». Да, как бы к Иисусу это все равно было адресовано. Ну, и косвенно, конечно же, к народу. Но народ не воспринял это как нужно. Они списали это на гром, они списали это на каких-то ангелов. Вот, они не отреагировали как должно. Потому что не к ним это было обращено, я думаю, с одной стороны, да. Я их не пытаюсь оправдать. Люди должны реагировать на любые проявления Господа адекватно и должным образом. Но, тем не менее, одна из причин, я пытаюсь объяснить, да, было в том, что они были адресатами, непосредственными адресатами вот этого воззвания физического слышимого голоса Божьего. И, наконец, еще один эпизод очень важный и завершающий. Я хотел бы сегодня тоже открыть. Сегодня мы много листаем. Обычно я, ну, как бы сосредоточен на одном месте священного писания, но сегодня немножко полистаем. Этот эпизод находится в книге Исаия. Это Ветхий Завет, книга Исаия, 6 глава. И вот здесь мы сейчас увидим очень важный такой нюанс. Исаия, 6 глава. Прочитаю с 8 стиха. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, Исаия пишет о себе, вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и так далее, и так далее». Мы здесь видим оба проявления, да, или, скажем, оба аспекта голоса Божьего. Первый аспект – это когда Господь говорит абстрактно, неконкретно к нам. Просто мы слышим Его голос, да, мы видим Его здесь сидящим на престоле и как бы абстрактно рассуждающим, может быть, даже незамечающим Исаию. Он сидит, просто рассуждает в своем небесном коллективе, в своем сонме ангелов, сидит и рассуждает Господь. Кого бы нам послать и кто пойдет для нас? Этот голос не обращен непосредственно к Исаии. Исаия находится в сторонке, как бы из-за ширмы там наблюдает, вот эту вот завесу приоткрыл, да, сверхъестественную, и как бы является сторонним, да, наблюдателем, пассивным наблюдателем. Но слышит этот голос. «Кто пойдет для нас?» «Кого нам послать?» И тут Исаия подключается и тянет руку и говорит, «Господи, Господи, можно сказать?» «Ну, давай, говори». «Вот я, пошли меня». И тогда к нему уже обращается голос Божий. Тогда к нему уже адресуется обращение Божье. И говорится, «Пойди и скажи народу твоему». И вот эта фраза, она заряжает Исаию, да, вот такой энергией, если хотите, она его где-то сподвигает к тому, чтобы он начинал действовать. И здесь снова просматривается данный принцип. Нам важно, чтобы именно к нам был обращен Божий голос. Именно к нам. Сколько людей мы с вами знаем, которые пережили даже исцеление, да, обращаясь к Господу, ну, приходя, так сказать, к вере в Иисуса Христа. Мы знаем таких людей, которые пережили чудеса, которые пережили какое-то воздействие, да, которые пережили какие-то сверхъестественные, ну, скажем, влияния со стороны Господа в своей жизни. И тем не менее, мы не видим их сегодня в Церкви. Не видим их в теле Христовом, в Царстве Божьем, в уделе Господнем. К сожалению. Я думаю, это во многом из-за того, что люди, переживая на себе, может быть, воздействие, да, Господа, может быть, слыша Его даже голос, ну, вот, не физически, а где-то будучи свидетелем, да, вот такого яркого, может быть, и неординарного переживания. Тем не менее, они не почувствовали в своем сердце, да, или не стали тем объектом, да, тем фокусом, тем адресатом, к которым был обращен Божий голос. Потому что именно это человека по-настоящему меняет, потому что именно это человека по-настоящему трансформирует и сподвигает что-то делать или становиться другим. А не просто увидеть какую-то яркую картинку, которая потом, впоследствии, вот эта жизнь, вот эта рутина, вот эта суета, грехи, похоти, они спишут на гром, на ангелов, на какое-то сверхъестественное явление и еще на что-нибудь. Найдется объяснение, найдется оправдание, найдется какая-то отмазка, да, говоря современным языком. Поэтому так важно переживать на себе, обращенный к нам, именно этот Божий голос. И я думаю, что здесь есть как Божья часть, так и наша. То есть, с одной стороны, конечно же, если смотреть, например, Савла Тарсянина, если обратиться к, опять же, к нашему изначальному отрывку и проанализировать его, мы не видим здесь, чтобы Савл со своей стороны проявлял хоть какую-то инициативу. Это целиком и полностью призвание, да, или инициатива Божья. Но, когда мы смотрим на Исайю, да, то мы видим, что он принимает участие в этом процессе. Да, сначала не к нему обращен этот голос Божий, но Исайя включается в этот процесс. И я верю всем сердцем и, ну, так понимаю Бога, что если мы к нему начинаем устремляться, если мы начинаем его искать, если мы начинаем его, ну, беспокоить, если хотите, да, вот так, по-простецки, да, поверхностно, если рассуждать, то неужели он, как благой небесный отец, будет безучастно сидеть, вот так, знаете, отстраненно, мы его там дергаем за руками, говорим, отче наш, отче наш, поговори со мной, а он, знаете, не хочу, да, там, своими делами занят, разговариваю с ангелами, разговариваю с сонами там святых, вот, а к тебе у меня интереса нет. Но не верю я, что так Бог себя ведет. Да, не просто, может быть, достучаться, не то, чтобы до Бога достучаться, не просто войти в то состояние, в котором ты слышишь обращенный голос Божий к себе. Почему? Потому что здесь мы рассмотрели примеры физического голоса Божьего, а вообще-то Бог, он, как правило, да, говорит не физически, а в духе, в сердце, через веру, да, через внутреннее духовное переживание, через свидетельство Духа Святого, через внутреннее помазание. Вот таким образом Бог сегодня в Новом Завете говорит с большинством своих детей. И поэтому сегодня от нас с вами требуется вот это участие или, ну, скажем, работа, да, с нашей стороны в направлении того, чтобы услышать или стать объектом, стать адресатом обращенного к нам голоса Божьего, пусть не физического. И в этой связи, я даже больше скажу, важнее не то физически ли это голос Божий, да, слышимый, а важнее ко мне ли он обращен. Вот в чем суть-то. Лучше пусть я не слышу физическими ушами, да, голоса Божьего или там не вижу каких-то ангельских или других сверхъестественных явлений, но чувствую в своем сердце, что ко мне обращается мой Небесный Отец. Вот это важнее. Понимаете? А чтобы этого достичь, порой от нас требуется какое-то сотрудничество, да, какая-то, ну такая наша часть человеческая, работа, да, если хотите, духовная работа от нас требуется. Как Исаия это, значит, пережил в своей жизни. Он пережил там покаяние, он пережил сокрушение по поводу того, что он с нечистыми устами. Понимаете? Процесс. Там очищение уст произошло. Это я опустился, чтобы не занимать времени, но это процесс, это как бы работа, определенная духовная работа, после которой наконец-то к нему уже обращен голос Божий. Поэтому сегодня, глядя на эти примеры, я хочу молиться, ну, во-первых, о том, чтобы, ну, Господь призывал наших ближних, конечно же, молиться о том, чтобы Господь продолжал проявлять свою инициативу, просить о милости Божьей для разных ситуаций, в которые необходима Его инициатива, и в которые понятно, что без Его инициативы ничто, ну, невозможно. Но в то же самое время не сбрасывать со счетов, да, или не уходить от ответственности выполнения своей части, в которой я располагаю свое сердце таким образом, развивая его чувствительность, развивая его восприимчивость, развивая его рецепторы духовные с тем, чтобы мне в нужный момент, когда Господь обратится ко мне, не пропустить этого, не стать тем, кто спишет какие-то проявления на гром, на ангелов и на еще что-то. Хотя, опять же, я здесь никого не призываю гоняться за всеми этими сверхъестественными проявлениями. Я просто говорю о том, что нам нужно стремиться, стараться стать адресатами, к которым обращен Божий голос. Пускай не слышим, и пускай без ангелов, без громов и без всяких вот этих вещей, но, тем не менее, воспринимаемый нами, где-то распознаваемый нами, различаемый нами внутри нашего сердца. А это невозможно, если мы с вами нечувствительны, и, как здесь написано в книге пророка Исаии, с огрубелым сердцем. Понимаете? Поэтому сегодня моя молитва о том, чтобы мне добиваться, да, или, скажем так, не то, чтобы добиваться, оно звучит слишком как-то грубо, а достигать, да, или не оставлять попыток, не оставлять попыток достигать такого состояния, когда я слышу голос Божий, обращенный ко мне. Может быть, не по имени, там, Слава, Петя, Ваня, там, и так далее, а, ну, вот, ко мне. Я не знаю, вы переживали это или нет, но это что-то, что оставляет неизгладимый отпечаток, да, и впечатление, и меняет нас с вами, когда мы чувствуем, что к нам Господь говорит. Вот сейчас Он говорит к нам. Может быть, не о каких-то великих вещах, не о каких-то глобальных там видениях, да, но, тем не менее, к нам, к нашему сердцу, к нашей ситуации, к нашему состоянию. Да поможет нам в этом Господь, да, благословит Он нас иметь терпение, чтобы достигать, да, и дожидаться, дождаться вот такого адресного обращения со стороны Господа к нам. До новых встреч, до новых видео. С Богом!